Всем привет! С вами Russian with Dasha. Это канал для иностранцев, которые изучают русский, используя аутентичный контент. Я ничего не пропагандирую в этом видео, то есть ни к чему вас не призываю. Сегодня я просто хочу рассказать о том, как я вакцинировалась спутником V. Если вы изучаете русский, включите субтитры на русском и на английском языках, и также можете скачать транскрипции моих видео и подкастов, став моим патроном. Как я уже сказала, это видео будет о моём опыте, и я не только расскажу о том, как я привилась, да, то есть поставила прививку, но и также озвучу результаты моих анализов на антитела до прививки и после. Если вы уже смотрели мои видео, то знаете, что в ноябре 2020 года мой муж заболел коронавирусом и принёс его домой. И у меня тоже, возможно, был коронавирус, потому что я себя плохо чувствовала. Об этом подробнее я рассказала в видео, где я отвечаю на ваши вопросы. Ссылка появится в углу экрана. Если не смотрели, посмотрите, я там сижу в такой же кофте. Я решила сегодня надеть ту же самую кофту, чтобы продолжить тему. После того, как мы выздоровели, в принципе, всё было нормально, и прошло чуть больше полугода, и летом 2021 года я решила сделать первый тест на антитела к коронавирусу и посмотреть вообще, что происходит в моём организме, сформировался ли у меня иммунитет и вообще коронавирус ли это был тогда в ноябре. Я пошла в местную лабораторию и сдала тест на наличие антител к белку коронавируса. Он называется SARS, что-то там. Первый тест, сделанный 21 июня 2021 года, показал, что в моей крови нашли антитела, и их количество 9281 единица на миллилитр. Здесь написано, что если меньше 50 единиц на миллилитр, то антитела не выявлены, если больше, то выявлены. У меня намного больше 50, это 9000 с чем-то. Чтобы перевести в BAU на миллилитр, BAU на миллилитр, не знаю, правильно ли я произношу, нужно умножить это значение на 0,142, тысячных, то есть 0,142. Получается значение 1317. Я подумала, о, классно, у меня очень много антител, намного больше референсного значения, нужна ли мне прививка. Признаюсь честно, я сомневалась, ставить прививку или нет. Я прочитала очень много медицинских статей на русском и на английском, посмотрела разные видео и долго думала, ставить ли мне прививку. Некоторые врачи, к которым я обращалась, говорили, да, конечно, надо ставить прививку, потому что ты не знаешь, какой следующий штамм будет, ты не знаешь, как он повлияет на твой организм, как твой иммунитет с ним справится. Другие знакомые говорили, нет, зачем тебе ставить, ты испортишь свою иммунную систему, не нужно, у тебя и так много антител. В общем, я сомневалась, сомневалась. Так как мы планируем стать родителями в ближайшие несколько лет, может быть, в ближайший год, кто знает, я решила, что, наверное, лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом во время беременности. В общем, такие у меня были доводы. И да, я решила записаться на прививку. И скажу вам, записаться было не так-то просто в ноябре 2021 года, потому что правительство в тот момент объявило введение обязательных QR-кодов в общественных местах. То есть сказали, что всё, больше мы никуда никого не пускаем без QR-кода, нужно будет ходить с ним и предъявлять его в театрах, музеях. Также говорили, по-моему, в тот момент, что QR-коды будут обязательно и в кафе и ресторанах. Я подумала, что я не хочу себя ограничивать, и это было ещё одной причиной, почему я решила поставить прививку. Хочу сказать, ребята, если вы смотрите это видео, и у вас совершенно другое мнение, это ваше право. Не обязательно писать мне комментарии полные ненависти и злости. Поэтому, пожалуйста, проявляйте уважение ко мне и к другим участникам канала, к другим комментаторам. И да, иногда бывают совершенно неадекватные комментарии, за которые я, конечно же, блокирую. Я не буду терпеть агрессию, неуважение в свою сторону или в сторону кого-то из моих подписчиков. Чтобы записаться на прививку в России, нужно было зайти на сайт Госуслуг. Это такой электронный портал, который помогает оформлять документы. В общем, можно делать разные вещи онлайн, записываться к врачам, менять паспорт и так далее. И я зашла на этот сайт, и, вы знаете, ничего не получилось. Он совершенно не давал мне записаться, просто прогружался до определённого шага. Этот шаг был, например, выберите место, где вы хотите поставить прививку. И просто не выдавал ни одного места. То есть, возможно, свободных окон не было, и, возможно, сайт просто глючил. То есть, не работал как нужно. Поэтому я решила записаться по телефону горячей линии. Но здесь тоже была проблема. Во-первых, я очень долго ждала. Несколько минут я просто ждала, пока поднимут трубку. И когда, наконец-то, оператор поднял трубку, я сказала, где ближайшая поликлиника. И когда он попытался меня электронно записать туда, то тоже выдавалась какая-то ошибка. Я сначала начала думать, что это всё знаки, что мне не нужно ставить прививку. Но потом я подумала, нет, я стойкий солдат, я дойду до конца. И тут я увидела, что в торговом центре недалеко от нас есть пункт, где тоже можно вакцинироваться. Пункт вакцинации. И на выбор был спутник ВИ или спутник ЛАЙТ. Чем отличается? Спутник ВИ — это двухкомпонентная вакцина, спутник ЛАЙТ — однокомпонентная. Для тех, у кого хронические заболевания, насколько я знаю, и, допустим, пожилых людей. То есть, если есть какие-то предписания врача, почему нельзя двухкомпонентную? Ставили спутник ЛАЙТ. Так как у меня нет никаких хронических заболеваний, я заполнила форму онлайн и, получается, записалась на ноябрь на первую дозу вакцины, первую дозу препарата. Перед тем, как пойти на первую прививку, я сделала ещё один тест на антитела. Моё значение оказалось 861,9 бау на миллилитр. Получается, что с лета 2021 года у меня упало количество антител. Получается, в ноябре значение было 861 до первой вакцинации. Когда я пришла в пункт вакцинации, к назначенному времени, мне дали анкету с вопросами о том, какие у меня есть хронические заболевания, как я себя чувствую и так далее. Забавно то, что когда я запомнила анкету и поднесла её медсестре, она вообще не смотрела на то, что я написала, и просто задавала мне вопросы ещё раз. То есть повторно я отвечала на те же самые вопросы. Мне поставили прививку вот в левую руку. Это было не больно. Немного расскажу о том, какое у меня было самочувствие после прививки. Ближе к вечеру у меня начала болеть голова. Поднялась температура 37,5 градусов Цельсия. Я легла спать, чувствуя вялость. У меня начали болеть мышцы, и было ощущение, что я заболела. И на следующий день в течение дня у меня также болела голова. Была температура в районе 37,5-37,4. И, по-моему, так было два дня, и на третий день всё прошло. То есть у меня было нормальное самочувствие. Поэтому можно сказать, что я перенесла прививку нормально. Я старалась меньше работать, пить травяной чай, компот. Через месяц я пошла на вторую прививку. И после второй прививки я чувствовала себя нормально до вечера. Но ночью у меня поднялась высокая температура 38,5. Меня начало морозить. Это такое состояние, когда ты укрываешься несколькими одеялами, но всё равно тебе холодно. При этом мышцы не болели, как после первой прививки. Просто было чувство, что у меня грипп. Меня колбасило. Я говорю колбасило, то есть меня трясло, потому что мне было всё время холодно. Потом ночью я пропотела. Температура пришла в норму. Да, я проснулась в мокрой одежде, переоделась. И потом утром чувствовала себя уже отлично. То есть получается, что после второй дозы вакцины температура была выше, но при этом я чувствовала себя плохо только одну ночь. На следующий день уже всё было отлично. Я подождала месяц после второй прививки и решила проверить количество антител. Напомню, что до прививки значение было 861. И сейчас вы увидите на экране значение после вакцинации спутником Ви. Если честно, я очень переживала, потому что думала, что о, всё, спутник Ви, скорее всего, напрочь убил мои антитела. Но результат меня порадовал. Получилось, что у меня 2291 бау на миллилитр. Я поняла, что мой иммунитет работает, что всё хорошо, что зря я переживала. Но потом я снова начала сомневаться в своём решении, и это было очень забавно. Мы с мужем по выходным ходим в баню, и утром там всегда одна и та же группа женщин. Им всем примерно за 50, некоторым за 60. И когда я им говорила, что я собираюсь пойти на прививку, они меня все отговаривали. Говорили, что мне нужен медицинский отвод. Но в тот момент, когда я собиралась делать прививку, не было возможности получить QR-код по количеству антител. Можно было получить QR-код только после вакцинации. И, к сожалению, некоторые люди покупали QR-коды, ходили с чужими QR-кодами. Но я не хочу развивать эту тему. Это их личное дело, это их личная ответственность. После того, как я узнала количество антител после спутника V, я подумала, что, наверное, надо поделиться с ними, рассказать о том, что всё хорошо, мой организм справился, и антител теперь у меня больше. И когда мы пришли в баню, я им об этом рассказала. Я сказала, помните, я сомневалась. Вот я поставила прививку, и сейчас у меня вот 2000 с чем-то антител. Они так послушали меня и сказали, тебе не нужно было этого делать, ты что, у тебя будут иммунные заболевания, у тебя там ла-ла-ла-ла-ла, очень много причин, надо было делать медотвод и так далее. И, блин, забавно то, что наша природа, природа человека работает так, мы верим тем, кого знаем, но при этом почему-то сомневаемся в каких-то исследованиях, официальных фактах. И если тётя Таня сказала о том, что ей прививка не помогла, и что она заболела коронавирусом, для многих из нас это больший довод, чем какая-нибудь статья медицинского эксперта о том, что, да, надо вакцинироваться, и вакцина работает. Короче, после этого я ехала в машине и думала, блин, может быть, я зря вакцинировалась, может быть, действительно сейчас мой иммунитет даст какой-то сбой, будет сбой в организме, я буду болеть. Но, в принципе, я себя чувствую нормально, да, я принимаю витамины, потому что сейчас зима, и в Санкт-Петербурге мало солнца. Да, вот сегодня, кстати, очень классное солнце, у меня сейчас кот лежал здесь, но так как светило солнце, он ушёл туда, в уголок. Самая большая проблема, европейские страны до сих пор не принимают спутник как прививку, то есть мы можем путешествовать только в те страны, в которых спутник официально зарегистрирован. Это, например, Болгария, Сербия, Черногория, по-моему, ещё Венгрия. Даже если я поеду в Европу через эти страны, а я очень хочу съездить в этом году в Италию, мне всё равно никуда нельзя сходить. То есть, чтобы пойти в кино, в театр, в музей, в кафе, мне нужен Грин Пасс, да, по-моему, так это называется в Италии, но я со своим спутником никуда не попаду, к сожалению. И мы с мужем собирались поехать в апреле в Италию, думали, что к тому моменту, возможно, спутник будет принят в Европе. Я знаю, что эта тема связана с большим количеством политических споров. Не буду сейчас об этом говорить. Если я захочу, например, поставить бустерную дозу какой-то европейской вакцины, насколько я знаю, мне после моей второй прививки нужно будет ждать 8 месяцев. По-моему, так, 6 или 8 месяцев. И получается, что если я поставила прививку в декабре, мне нужно ждать ещё примерно полгода, и весной точно никакой Европы не будет. Только если я поеду в какие-то страны, которые открыты. В общем, мы сейчас думаем, где провести отпуск в апреле или в мае. И если у вас есть идеи, напишите мне, пожалуйста. Также мне очень интересно, какова ситуация в вашей стране сейчас. Охотно ли люди ставят вакцины? И какие, может быть, конспирологические теории есть вокруг этой темы? И также интересно, есть ли в вашем городе правила посещения только с Green Pass или с QR-кодом? Я записываю это видео 11 февраля 2022 года. В Санкт-Петербурге сейчас везде, практически везде проверяют QR-коды. Если мы в музеях, в галереях, в кафе, если вы приходите, чтобы купить что-то на вынос, вы должны быть в маске, берёте кофе, например, и никто QR-код не спрашивает. Но если вы собираетесь сидеть в кафе или в ресторане, то на входе обязательно нужно предъявлять QR-код. Некоторые люди, к сожалению, покупают QR-коды, некоторые ходят с чужими QR-кодами. И хорошо, если эти люди не заболеют и не заразят других. Но надеюсь, что всё-таки скоро в наших странах будет коллективный иммунитет, и мы уже не будем нуждаться ни в каких вакцинах. Я надеюсь, что вам была полезна эта информация. И если у вас какие-то вопросы, пишите мне обязательно, я буду рада вашим комментариям, как вы чувствовали себя после прививок, считаете ли вы, что они должны быть обязательными, считаете ли вы, что QR-коды или грин-пассы должны быть обязательными. Давайте обсудим. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам здоровья. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующем видео.